друзья всем привет сегодняшний наш обзор посвящен не очень приятному моменту значит катался катался я значит такая погодка выдалась замечательная да видно катался катался на своем за реки значит и вдруг вдруг неожиданно попадают тормоза причем сначала проводят задний как он передний вот поэтому обязательно придирайте тормоза тормоза нас гидравлика стоит и вот даже видно не знаю как хорошо передаст камера смотрите из ручки изнутри утекает масло понятно что минеральное масло это передний тормоз и такая же история на ручке заднего тормоза вот самокат прошел уже почти 800 километров не очень приятного момент конечно фирма ручек значит зум и впереди и сзади вот и поэтому если у вас на самокате стоят такие же ручки тормозов то обязательно их менять и потому что я пришел к выводу что это полный отстой вот эти ручки на гидравлик это полный отстой тормозов нет ни передних ни задних слава богу что когда это понял я просто катил самокат и притормаживал задним тормозом передним я на нем не ехал а был момент что я укатил и я начал понимать что у меня пропадают тормоза то есть они не мгновенно пропали они пропали там ну день я катался спустя пару часов пропадает задний потом через какое-то время пропадает и передний тормоз у меня мне бы хотелось обратиться к производителю электросамокатов не к официалу а именно к производителю ребята вот этот самокат стоит на момент съемки он стоит 45 тысяч гривен неужели нельзя было поставить нормальные ручки но не вот это дешевое фуфло слава богу что я не разбился что на тот момент когда отказали тормоза передний и задний я не ехал со скоростью 50 40 и выше вот поэтому всем остальным райдером которые являются владельцами подобных электросамокатов я советую вот эти ручки извиняюсь за выражение говняные вот эти ручки тормозов их менять а производителю производителю обратить внимание потому что самокат стоит недешево и ставить такое дешевое фуфло но извините меня поэтому ребята будьте осторожны аккуратно всегда проверяйте тормоза обязательно перед выездом перед самым любым выездом вот как только вы выкатываете просто самокат на улице играть и тормоза попробуйте не очень быстро разогнаться и проверить тормоза тоже и еще на что бы я хотел попросить обратить внимание производители zero значит сейчас секундочку я поставлю значит было мне как-то скучно было время свободное я взял паспорт от своего самоката скажем так инструкцию вот мы кладем открываем смотрим настройки все дела тут за значит 8 но мы найдем наш самокат вот 010 x до 010 x друзья найдите отличие на картинке это что вы видите да естественно это за это подножка самоката значит в инструкции она изображена сбоку а на самом деле на самокате она там где задняя колеса как бы хотелось бы чтобы то что на картинке в паспорте или что это инструкция от самоката до чтобы она соответствовала фотошопе это не трудно исправить как бы вот я как владелец да вот я на нем с августом месяца и катаюсь если не брать во внимание то что передний амортизатор мне поменял официал по гарантии который лопнул внизу спустя по моему 61 километр вот отказали мне тормоза в общем ручки мне проваливается но вы все уже до этого видели да поэтому те кто катается райдеры будьте внимательны и осторожны берегите себя она производителю я бы хотел обратиться с просьбой чтобы обратил внимание тоже потому что ну ребята это не серьезно такой серьезный аппарат и такие дешевые ручки тормозов ну я не знаю тогда уже может быть брать halton самокат где ручки другие стоят я ни в коем случае не верю что зеро плохая контора которая делает самокаты нет но тормоза это главное вот поэтому всем спасибо большое за обзор берегите себя катайтесь на электросамокатах и всем удачи